Дом 2 Весна, как известно, пора любви. Но для наших участников весна стала порой испытанием любви на прочность. Вчера Майкл окончательно расстался с Камилой, а Ольга Бузова даже не смогла дождаться окончания лобного места и сбежала, обидевшись на ром. Говорят, что девушки всегда сильнее переживают расставание, чем парни. Сегодня вечером нас ждет предварительное голосование. Посмотрим, будут ли Оля и Камила бороться за своих парней, или у них появятся новые симпатии. Сегодня 338 день нашей телестройки. У Романа Третьякова есть серьезный повод для волнений. Сегодня на предварительном голосовании все девушки открыто заявят о своих симпатиях. Но неизвестно, как поступит Ольга Бузова. Рома надеется, что она сделает шаг к примирению и подарит ему свой поцелуй. Но и Стас Каримов втайне ждет поцелуя от самой яркой блондинки нашего телепроекта. Камила рассталась с Майклом, но чувства ребят до конца не остыли. Сейчас на сердце Камилы претендует новый участник Андрей. На предварительном голосовании ей придется решить, кому из парней отдать свое предпочтение. Настя Дашко, наконец, нашла парня своей мечты. Ее отношения с Сэмом можно назвать идеальными. И сегодня ребята провели первую ночь вместе в пятизвездочном домике. Мы все так долго не могли уснуть. Ужас. Почему? Могли уснуть. Я говорю, когда ты последний раз спал с девушкой просто так? Он так задумался, говорит, не знаю, это было очень-очень много лет назад. Я говорю, ну вот, у тебя сегодня первый день в домике и первый день с девушкой, в которой тебе не спишь. Ну а вообще, как бы, когда бы намеки какие-то были? Как бы намеки? Потуги какие-то там, любовных классных. Не сыпь, не соль, на сахар. Не, все хорошо, как бы, ну. Ну вы хоть там пообнимались там? Не, конечно. Уснули в объятия? Да. Ну ладно. Представь, что между нами большая стена выклады, хорошо? Большая стена? Да, что мы не можем прикоснуться друг к другу. Мы хотим, но не можем. Ну, ну, и че? Секунду тогда я пришла, он мне опять меня за руку взял. Ну вообще, так, ну. А потом я уснула, а он говорит, я с утра спрошу, ну как спался? Он говорит, а ты уснула у меня на плече, а я смотрел, как ты спишь. Офигенно. Ладно, я побежала. Сэм, как первая ночь? А, кстати, да, подруга. Хорошо. Как хорошо? Настя кровати не раздвигала? А что, надо было? Настя не такая. Нет. Не раздвигала. А что, она там спит еще, дыркнет? Нет. Любая себя в пряду, да? Угу. Да? Угу. Слушай, ну, как ощущения? Нормальные ощущения. Приятные. Зовите в гости. Ой, бедра мне еще вращать. Нормальные ощущения. Бой. Ты знаешь, да, что вчера произошло, если ты не в курсе? Да. Ну вот вообще. Ну ты же сказала, что он с утра тебе положил. А, знаешь, да. Он вернулся после того, как ты там со стасоном тусовался. Тогда это оправданно. А чем оправданно? А то, что он на руках Камилы кружил. Я же ничего не говорю. Оля, я тебе говорила, чем оправданно. Тем, что он идет на примирение. Каким образом? Наташа, я приехала, он даже к мне не подошел. Буз, ты... Два дня он мне вообще реально не звонил. Я так нервничала. Хорошо. Буз, ты хочешь меня послушать, Вика, сказать? Ну, давай. Он реально шел на примирение в каком смысле? В том смысле, что... А, он как бы решил для себя, что он будет мириться. Но для него здесь самое главное сеть в этой тусовке. Не то, что тебя носит Стас на руках. А то, что ты упорно делаешь, так как он тебя просит не делать. И не важно, что это Стас, который ты носит на руках. Или, допустим, ты в носу ковыряешься, он тебя просит этого не делать. А ты все равно это делаешь. Он говорит, Оля, у меня плохо из-за того, что ты так делаешь. Ты говоришь, а мне все равно. И все равно продолжаешь ковыряться в носу. Та же система. Ну, Лианка, ты упустила самого лучшего вообще. Какого? Ты что думала? Настя, извини, это не мой типаж абсолютно. Не знаю я. Все девочки безумантные. Не знаю. Кроме меня, все мать. Мне никогда не причали. Там мать их не читают просто в офисах. Ну, у Дрюха, вот да. Еще куда-нибудь. Почему ты обидел на сиськи, скажи мне? Может, я кучу лила? На сиськи? Да. Итак, ребят, Ксюша пока нет. Она появится на лобном месте. Но она мне оставила свою экспрессивную палочку вместо себя. Поэтому сегодня будет жаскать. И мы все говорим друг другу. Добрый день! Ага. Камила, я тебе стенд к стему. Сегодня готовить очень-очень вкусный обед остаются Стас и Оксана. А убираться у нас будут Майкл, Майкл, Майкл и Андрюха. А остальные все за мной на джорке. Совершенно верно. Пойдемте. А-а-а! Берем тачки, берем лопаты и всю вот эту вот... Рухлядь. Рухлядь. Закладываем, накладываем в тачки и возим в яму. Ну что, ребят, сегодня предварительное голосование. Ну да. У кого какие? Ну, Стас, ты же знаешь, что я расстался с Камилой. И вряд ли. Думаешь, она не станет? Ой, если она станет за меня, я буду так удивлен, что... Сейчас ты? Нет, сейчас ты даже... Нет, Шокирова. Шокирова даже? Да. Ну ты как думаешь, до тебя встанет Оля или она все-таки за Рома? А Оля? Ну нет, Оля за меня не станет. Ты уверен в этом? Все, я вижу же, все идет примирение с Ромой Олей. Думаешь? Ты знаешь, что на самом деле, что она сегодня сказала? Ну не знаю. Что она ездила домой и у нее были такие мысли приехать, посмотреть на поведение Ромы и встать за Ромой. Ну, на предвариловке. Встать за Ромой. И вот сегодня мы курили вместе, и она сказала, что нет. Она говорит, я передумал. Я знаю, что будет такой человек, она сегодня говорит да, завтра скажет нет. Поэтому, если сегодня даже она не станет ни за кого, это не факт, что она и в будущем не будет ни с кем отношения строить. Это не факт. Потому что она может покажет свое отношение к этому, то, что в ней играет злоба или какая-то, знаешь, неприязнь к человеку. Поэтому всего лишь. Я знаю точно, кто за тебя стоит. Оксана? Это дикая роза. Это дикая роза. Так, а вы не заур, это дикая роза. Это просто Мария. Просто Мария. Просто Сашок. Да. Упала тачка. Упала на пол. О, спасибо. А ты бы хотел, чтобы уходила же это поискало? Ты знаешь? Я не могу сказать, что я хотел бы. Я не знаю, что бы это значило. Вот единственное. То есть встать... Почему я тебя не знал? Я, да, вот, я как бы... Мы почему не объявляли вообще никакие отношения, мы просто съездили на свидание. Потому что мы вообще еще не знаем абсолютно... Но все равно я вижу, как... Майкл, да. Каждый день она там тебе там за руку там держит, там, кто-то тебе спрашивает, чтобы делать что-нибудь и ухаживать друг к другу. И сейчас только что стали вместе, так рук-в-в-рук, рук-в-руком. Это же все знаки, что, в принципе, она не против. Ну, это понятно, что мне, естественно, интересно было знать, встанет она или не встанет за меня. И разговор был, и я сказал абсолютно откровенно, что я прекрасно понимаю, что там, как бы, да, у вас с Майклом закончились отношения, не собираюсь ни на кого давить, я не собираюсь закрываться, там, да, тобой на мужском голосовании. Ну, это глупо. Но, как бы, Камила сказала мне, то есть после всего долгого разговора Камила сказала мне одну фразу, что я сделаю так, как я захочу. Я первый раз хочу сделать так. Здравствуйте! Здравствуйте! Это лысый Роман. Это волосатый Сильван. Очень волосатый. А это рулон СМС сообщений. Ура! Кушали Остика, доведайте уже и Стасика. О, хорошее СМС, мне кажется. Я хочу сказать следующее. В прошлый раз в моем рулоне было 95 сообщений от Лизы Перовой. В прошлый раз. В этот раз у меня нет, Майкл, ты ошибся, как всегда. 97 сообщений мне прислала Лиза Перова. И около 100 сообщений она прислала Солнцу. Лиза, еще 6-7 таких рулонов и возможно мы тебя пригласим сюда на телепередачу. Мне кажется, уже можно приглашать. Нет, по-моему еще мало. Мало? Постой СМС за раз. Это мало. Мало? Это да. Степан, Степан, я готов прочитать Аленина СМС сообщения. А я на Альске буду читать. С шикарной женщиной и Степа поумнел. А с дурой Ромка одуреет. Как и горлахая. Зачем ты это прочитал? Вот непонятно. Солнце сказала, что она причина тому, что Майя разлюбил. Правда? Да. Степа, Алена трется сиськами обо всех, кто попадается. Ужас. Трется сиськами? Степа, Степа, висишь по всей Москве, а разобраться в людях не можешь. Хорошо. Степа, уделяй больше внимания Алене. Я здесь. На тусик разберись-ка с Дашко. На тусик, да, разберись-ка с Дашко. А мне на письмо. Это то, что мы с тобой лежали на кровати вместе. Сколько СМС-очек, сколько СМС-очек. Оксаночка, Стас не достоин тебя. Он глуп, зачем он тебе? Оксан, ты молодец, что поставила Бузиху на место. Ну а что же у Оли Бузовой очень хочется услышать? Ой, мне много всего интересного. Не скромничайте, да. Не скромничайте, читайте все. Хорошо. Рома сменил жар птиц на воробья. Знаешь, что он не достоин тебя. Оля, Рома на тетятите сказала, что не собирался и не собирается уходить за тобой на лобном. И остался бы строить дальше отношения на проекте. Открою глаза. Дальше. Ольга, Ольга Роман предатель. Он все на проекте рассказал, что Стас якобы купил тебе одежду и давал деньги. Хотя это не так. Ольга, Рома уже второй раз предает девушку. Задумайся об этом. Ольга Рома. Ольга Рома. Чтобы ни одного сообщения, чтобы вы были вместе. Есть. Только прочитай. Сейчас. Можно я прочитаю? Маленький урок. Оля, простить. Роме все роскости. Нет, это потерять. У вас же А. Это не то. Оля, помирись с Ромой. Он себя любит. Удачи. Если Рома А. Оля, пересмотри свое отношение к Роме. Он совершил предательство. Пусть мелкое, но предательство. Когда человека любишь, то всегда будешь... А дальше не дописано. Прекрасные смс-ки нам прислали телезрители. Поэтому мы скажем им большое спасибо. И поклон вам до шахтеров. Прекрасные смс-ки нам прислали телезрители. Олечка, ты спишь? О, прикольно. Прикольно. Оль, ты не видела, кто мне сюда положил конверт с письмом? Это кого? У меня тоже конверт был. Да? А тетя написала. Мне то же самое было написано. Берегите любовь. Да, мне то же самое было. Тоже самое? Вот, открой. Где? Кто это прислал? Ну, смотри. Я не знаю, не в курсе, что это такое. Смотрю. Вот это да. Ну, это точно написано. Тебе и мне. Смотри. Я никакой вообще... Да? Может, по почерку узнаем? Где вы, Ольги? Ну, это да. Что? А что бы это значило? Да, я у меня и все. Никого больше нет. Никого больше нет? А посходи к мальчикам и кратко. Нет, никого нет. А ты не видела, ты здесь лежала? Я пришла, лежал конверт. Ага. Когда мы уходили туда, все были там. Это могли наши мальчишки сделать? Когда? Ну, а что? Времени мало ради. Кто-то мог прийти и просто взять. Очень прикольно. В смысле, тебе беречь любовь с Ромой, а мне беречь любовь с Майклом. С Майклом? Или беречь любовь с Майклом, а нам с тобой? А нам с тобой с Байком. Или вообще там третий вариант. Тебе с Майклом, а мне с Ромой. С Ромой. У меня про улицу только плохое. Вот смотри, партия. Жух, жух, жух. Это все вот одно говно. Одно говно, одно говно, одно говно. Ничего хорошего про нее нет. Вот реально, даже вот то, что она прочитала там. А, вот, привет, не бросай Олю, первая. Привет, реально, первая. Все, да. Вот, Рома, ты супер, бросай Олю. Рома, кидай Бузову. Брось Олю. Зачем тебе это? Бодяга. Рома, ты лучший парень на проекте. Бузова тебя недостойна. Рома, о своей слепой ревности ты поговоришь с Олей отношения. Ну, вот еще положительный. Рома, бросай Бузову, тебе не пара. Рома Бузова скотина. Оплекаемый Оксану супер. Рома, ну, в общем, один ужас какой-то. Ничего хорошего. Хорошего очень мало про нее. Слушай, а может это послание, там, кто-нибудь, послание свыше? Может быть? Тогда почему не уточнили? Чью любовь горяча. Да. Не, ну, по сути дела, конечно, наверное, мою с Майклом, а твою с Ромой. А ты будешь за ним вставать, кстати? Нет, я не буду за ним вставать. Ну, а за Андреем? Тоже, наверное, не надо. Потому что тебе не нравится. Нет, он хороший парень. Он приятненько ухаживает. Да? Ну, ты же не будешь с той стороны. Ну, что ты? Что, будешь? Да, всякое может быть. Ну, нет, вряд ли, конечно. Вряд ли, скорее всего. Ну, он приятный ухаживает, очень. Я вот думаю, вставь мне за роман как-то. Думаешь? Да, очень-очень. Ну, если ты встанешь, то все будет нормально. Ну, я слышала твень день назад уже. А если ты встанешь, то все будет со мной. С твоими вот этими словами, из которых яд выходит из твоих уст. Яд! Ты как смей! Меня интересует легкомысленный мужчина. Да, блин, ты не мотивируешься. Твой легкомысленный мужчина. Ну, это мое мнение, Настя. Извините, я не считаю легкомысленный мужчина. Если ты так считаешь, считай это про тебя. Хорошо, я просто ему говорю. Многие-то человеку радуют тебя. Не, нормально, это хорошо, когда человек считает. Я, например, считаю тебя. Это мое мнение. А я считаю тебя мудрой. Мудрой девушкой такой разумной. Понимаешь, если у тебя не получилось, ты не говоришь о том, что я плохая, понимаешь? Я не получилась. У тебя просто не хватило терпения добиваться, вот и все. Великолепная принцесса отказала, ну, в том, чтобы быть с ней. Она ударила меня ниже к лицу. Мне неприятно это слышать. Я не хочу это слышать. У меня нормальное настроение начинается с тем. Мне неприятно это слышать. Он сам отказался. Я даже не знаю, что думать. Рома, Оля целуется со Стасом в засос. А Ольга целуется со Стасом в ванной. Рома, Оля иногда целуется со Стасом. Вчера Бузова целовала Стаса в засос. Рома, Бузова целуется со Стасом. Рома, Бузова изменяет тебя со Стасиком. И ты говоришь о том, о своей искренности, о том, что ты меня любишь. Очень здорово. Очень приятно, Оля. И еще вот очень хорошее. А, Майкл со Стасом подговаривают твою истеричку, бросит тебя. Причем Майкл смешно изображает тебя. И, в общем, обсирают тебя. А Оля все это время мило хихикает. Очень приятно. Спасибо, Оля. Ты настоящая женщина. И ты потом мне пишешь письма о любви. Нахер мне такие письма. И ты мне говоришь, что ты любишь. Я должен верить тебе. Ни одному слову. Я тебе поэтому и письмо повернул, потому что ни одного слова там нет честного. Если тебе так интересно было, то позвони и спроси. Я посмотрю, Оля. Не переживай. Сейчас, хорошо, я принесу ту. Давай все, Настя, снеси все. Нам все равно заняться нечем. Настя, ну что ты глупостью говоришь? Что пишут? Почитай мои смски. У меня тоже. Несколько раз. Подставь. А, сейчас скажу. Настя, у меня смски про тебя. Не дружи Дашко, она подставит. Вот я на такие смски внимание не обращаю. Одна смска у тебя такая? Две, по-моему. Поэтому я их убью. Не, не одна, не две. Что случилось? Что случилось? Стас, ну пожалуйста, ну вы отойдите. Ты че? Оль, ты че? Ну я не хочу, чтобы ты меня видел сейчас. Ты че? Вообще не понимаешь, что происходит? Слушай, а че хлеб сожжали вчера? А ты встанешь за Стасом. Откуда ты знаешь? Я уверен. А? Я уверен. Почему? Он не вставал за мной в прошлый раз. Почему я за ним буду встануть? Станешь. Почему я буду за ним встануть? Станешь. Я бы не встану. Почему ты решил-то? Ну, кажется, встанешь. Он говорит, ты после этого, ты мне говоришь, что ты меня любишь, и после этого ты, я тебе вообще не верю, и поэтому я тебе вернула к твоей записке, потому что все, что написано, все, что написано, это было неправда. Я потом зашла в комнату, почитала, какие у него там сообщения. Ты мне одного хорошего про меня. Он просто, я говорю, ты прочитал плохие соманские про него? Его это обидело? Он лично читал плохие. Там неправда написано. Ну, понятно, но люди же, ты свои смс-ки же тоже читала. Ты же понимаешь, что каждую ситуацию могут подумать по-разному. А там написано, что Оль там троллался с Стасом, Оль, ну, это неправда, он верит в это все. Что, разговаривали? С Олей? Нет. Мне такие смс-ки пришли, вообще стыдно читать, если честно. А что, Ромка? Ну, ничего, не хочу ничего не говорить, ничего хорошего. Плохие? Для тебя в смысле плохие? Ну, да, не то, чтобы, как бы, не про меня плохие. Ну, тебя поддерживают большинство? Да какая разница? Ну, интересно просто. В общем, читать все неприятно, все про Олю, все про Олю и все нехорошее. Оль, надо поговорить уже. Ну, Настя, ну, что разговаривать, если я вижу, что он не хочет, да, ты говоришь, что разговаривать, если он не хочет, а он говорит, что разговаривать, здесь все, Оля заплачет и уйдет. И что за хрень? Вы как два, естественно, как два боролого. Один не хочет, другой не хочет. Надо разговаривать. Уже столько много времени, все, надо разговаривать, решить уже этот вопрос. И такие есть, которые реально... Они рассказывают что-то там, да? Да. Про Майкла тоже есть нехорошо. Майкл извинялся, подходил, я ему показал, говорю, что это такое, это правда, он говорит, да, правда, извини. Вообще, такой ужас прислали. Ох, я в шоке вообще. То, что пишут в смс-ках, реально на это стоит посмотреть. Что ты хочешь? Он вот зашел, упал в колени, начал просить, что ты хочешь, скажи мне, что ты хочешь, чтобы он сделал? Когда шел, забрал себе обратно слова, что он говорил про меня. Если он меня не любит и не любит, то пускай мне подпускала, что зачем меня мучить так? Хочешь, я его за руку возьму, Рома, приведу, и вы сядете и поговорите. Хочешь, давай так сделаем. Зачем ты? Не надо так делать. Тогда сам моего вызови на разговор. Позови, скажи, Рома, пойдем поговорим. Если бы он хотел быть со мной, он был со мной, я бы приехал, он бы меня подошел, обнял, поцеловал. У меня два дня не было, мне даже не позвонил. И я, несмотря на то, что вся моя семья против него. Все, бабушка, сестра, мама, папа. Несмотря на то, что я увидела, я приехала и хотела с ним помилиться. Мастер, просто счастье поверишься за то, кто подойдет первой. Не важно. Лучше не мучиться, лучше подойти. Подойди ты первая. И все выясни. Начнет опять на меня обвинять, я не могу просто это больше слышать. Я говорю, что ты ее там гладишь ниже живота, что она такая плохая, дура, овца и всякая разная. И берца ее ромки, и ромка к ней. Она сегодня читала про него плохие самоски здесь, он не читал. Потом он поднялся наверх и стал ей читать и говорить, ты нас смотри. И весь гладилон вообще плохой. Он всему этому верит. И она из-за этого расстраивается. Она прекрасно проводит время со Стасом, веселится, он ее носит туда, обратно, они общаются, здесь стоят. Здесь где, она сделала какие-то выводы. И что, в чем ее выводы заключаются? Они общаются, потому что он ее друг, понимаешь? Мой друг в жопу, который ее любит. Да, он ее любит. Ну и постоянно этому другу объяснить, мне не нравится, понимаешь, это все. Мне до тошноты это доводит. Я не верю человеку, я не верю уже ни во что. Мне ничего не надо, ни хрена. Я хочу, чтобы меня оставили в покое, вообще, вот так вот. Я хочу быть в покое и в гармонии самим с собой, а не то, чтобы девушка мне постоянно... Тогда подойди и скажи, Бузова, у нас с тобой быть больше не может, больше там не думай обо мне, не надейся на что, до свидания, там, уходи к своему Стасу. Все, скажи мне это тогда, потому что она еще стоит и ждет и надеется на что-то. На что она надеется? Я точно так же надеюсь на то, что человек исправит свое поведение, сделает какие-то выводы, что-то предположить. Давайте жить надеждой теперь целыми днями. Давайте жить надеждой. А что, подождите, мне кидаться к ней в ноги извиняться, Оля, извини, я не вижу поводов извиняться. Я хочу, чтобы ты сейчас думал, как взрослый мужчина, и сейчас, как взрослый мужчина, я тебе задаю вопрос, ты хочешь быть с Бузовой или не хочешь? Я люблю эту женщину, да. И то, что у нас было между нами, я всегда смело, абсолютно честно скажу, что сильнее никого я никогда не любил. Ярче у меня эмоций никогда не было, ни с кем я не испытывал. Что бы я ни переживал, у меня не было ярче отношений, я это говорил и говорил. Я говорила, что люблю ее проблемы, что она не верит. Сегодня у нас дорогие девочки выбирают не менее дорогих мальчиков, судя по тому, как вы одеты сегодня. Не будем тянуть и начнем с наших мальчишек. И сегодня это будет, давайте, Сэм первый. Логично, логично. Выходи, скорее. Ой, я хочу сказать о том, что весна это сладкий период в году. Ну, я очень рада, что именно весной мы заехали в домик, и у нас начался сладкий период в наших отношениях. И именно поэтому я дарю тебе вот такую коробочку конференции. Шоколадную. Хорошо, что мне нравится. Да, шоколадную. Вот так. Спасибо. Открыли. Ура! Теперь похавы. Ну, Стас Наглец. Давай выходи, может быть, и Вектор подарит конфеты, потом мы похаваем. Я Стас Наглец. Ой, какая неожиданная смерть. Извините, а конфеты? Нет, у меня немножко другой сюрприз для Стаса. Я хочу, чтобы мы оставались с тобой друзьями, чтобы у тебя были ко мне только положительные эмоции. И такой друг, как ты, я думаю, что действительно стоит того. И хочу подарить тебе такой символ, чтобы ты нашел вторую половинку. Спасибо. Ребят, я не понимаю, так это что значит, Оксан? Ты чисто по дружески к Стасу подошла, либо у тебя есть к нему чувства? Ну, я хочу изначально стать ему другом, а потом уже посмотрим. Я очень устала от того, что этот молодой человек жужжит мне постоянно на уши, не дает мне нормально вести программу. Поэтому сюда лучше выйди, вот сюда, Александр Нелидов. Александр Нелидов? Да, Александр Нелидов, вот сюда. Я с приданным. Вот, девочки, у меня есть приданная. Натусик, я очень рад, что у меня появилась любимая женщина. Любовь – это счастье. Я рад, что нам с тобой это удается сохранять, без грустных ноток и так далее. Мы много с тобой пережили. И вот то, что мы пережили, я хочу тебе показать. Вот, я хочу, чтобы наши отношения были такими же яркими и интересными. И я тебя люблю. О, я везде присутствую. Дожко в ваших отношениях. Все, забирай. Ладненько. Так, Андрюшка, для тебя это впервые, да, предварительное голосование? Я хочу сказать, что я не встаю за Андреем пока, потому что еще, считаю, рано вставать. Мне очень нравится, Андрей, как ты ухаживаешь за мной. Давно со мной такого не было. И хочу подарить тебе вот эту открыточку, в которой написано. Я дарю тебе эту открытку, потому что она, как и ты, не как все. Тут, правда, написано «С днём рождения», но ты не читай «С днём рождения». Камила, а почему бы тогда не встать рядом с Андреем, если тебе нравится какой-то... Я считаю, что пока рано вставать за Андреем, потому что совсем недавно были отношения с Майклом. Андрей приехал, мне очень нравится, нравится как человек. Может быть, Камила сейчас не встала рядом с Андреем, потому что мы вызовем сюда Майкла. И, возможно, она встанет за Майклом. Майкл. Майкл, ну, Алена совершенно права, но, к сожалению, сегодня ты один. Ах, как жалко. Так, Степан, я вижу, у вас всё уже отмёрзло, да? Да. Поэтому, может быть, вы сюда выйдете, Аленка, у вас всё греет. Алена, вот она. Вот она. Красотка моя. Дорогая, я очень рада, что ты за мной сегодня встала. Я тебя очень люблю, дарю тебе твои любимые цветы, лилии. И всё самое ценное, что у меня есть. Просто попейте, попейте. Всё самое хорошее, самое вкусное и самое-самое горячее, что у меня есть, дарю тебе. Своё сердце. Трансвеститов убираем ко всем остальным парам и продолжаем. Романа Третьякова. Романа Третьякова. Вам первичные ведь очки, пожалуйста. Вот они, честные глаза Романа Третьякова, который ни в чём не виноват. Я не понимаю опять, что происходит. Иди быстрее туда! Давай, вали уже! А, ответный поцелуй, простите, Роман. У нас тут всё заимно. Это как можно расценивать? Я хочу сказать, что несмотря на то, что мы расстались и мы не вместе, мы прожили вместе 8 месяцев и чувства так быстро сквозь щелчок не могут пройти. Я встала, потому что с человеками до сих пор дорог. Спасибо большое. Молодцы, ребята. Итак, остался у нас Маюша. Маюша. Передай вон солнце на камеру привет. Ну что ж, я думаю, что всё будет хорошо и увидимся на лобном месте. Спасибо, ребятки. Спасибо. Дорогие телезрители, если вам нечем заняться в среду, то соберитесь в группу из 15 человек и, как мы, выбирайте, кто же пара, а кто нет. Встречайте, Ксения Собчак и Ксюша Бородина. Ну что, мои дорогие, в моё отсутствие у вас был насыщенный день, я знаю. Прежде всего, Ольга вас всех и меня на расстоянии порадовала. Оль, сегодня ты выбрала Роману Третьякову. Несмотря на все ваши ссоры, несмотря на все решения, несмотря даже на твой вчерашний уход с лобного места, ты всё-таки сделала выбор в его пользу. Почему? Ты знаешь, Ксюша, мне кажется, здесь нет ничего удивительного. Были чувства очень сильные и крепкие, и это сегодня такой день, когда люди высказывают свои симпатии. Я не вижу в этом ничего удивительного, я просто сделала то, что мне подсказывало сердце, вот и всё. То есть ты хочешь с Ромой строить отношения и хочешь быть с ним. Ты видишь будущее в ваших отношениях? Мне бы хотелось его видеть. Я хочу правды в первую очередь, и мне нужно знать, нужна я Роме или нет. Какие у него были ко мне чувства, и что произошло, почему вдруг из хорошей крепкой пары... Ну вот, давайте тогда у Ромы и спросим, нужна ему Ольга или не нужна Рома. Я уже неоднократно об этом говорил, я никогда своё мнение не менял и не буду менять. Нужна? Да. Её поступок для тебя сегодня что-то значит? Да. Вы после этого разговаривали? Нет. То есть она тебя выбрала, вы постояли и опять разошлись в разные углы. Я не хочу вновь объяснять. Я много раз это говорил. И вчера, и позавчера. Хорошо, ты не хочешь объяснять. А что ты хочешь тогда? Что ты хочешь? Мне нужно видеть желание в глазах человека и видеть изменения в её поведении. Но сейчас ты же видишь это изменение? Вчера было другое поведение до обеда, которое меня заставило сделать определённые вещи. После того, что я сделал... Да. Напрочь, полностью. То есть, чтобы она даже как с другом с ним не общалась. Да, мне так будет максимально хорошо. То есть, единственный вариант, при котором ты видишь ваше примирение, это если Стас полностью исчезнет из ваших отношений. Оль, что ты на это скажешь? Ты готова к такому? Нет, потому что это очевидно, что Рома изначально от меня требовала то, на что я не могу пойти. А почему ты не можешь пойти ради благополучия и комфорта любимого человека, на то, чтобы отказаться, пусть даже от близкого. Дело в том, что, да, у нас осталось очень хорошие, тёплые отношения, раз я старалась выручать и он меня, но я не вижу, что мы прям так много общались. Но это же не важно, Оль, много вы общаетесь или мало человек ставят тебе ультимат. Я понимаю. Просто я не могу у человека, который выручал меня, который не раз поддерживал меня, когда я была одна, когда мой молодой человек веселился в домике Стёпи Алены, я не могу просто сказать ему всё, до свидания. Я могу ограничить себя в общении, я могу... Ну, я не знаю, я не могу... Мы поняли, Оль. Получается, что ты сказать до свидания ему не можешь. Соответственно, ты можешь сказать до свидания Роме. Нет, я этого не могу. Да, ты уже это сделала. Хорошо, но Рома поставил тебе ультиматум. Либо я, либо Стас. Здесь не может быть третьего выбора. Как можно требовать это, когда он не делает того же? Ну, поставь ему такой же выбор. Оль, я могу, пожалуйста. Я считаю, действительно, должно быть всё честно. Раз такая ситуация, и нужно сейчас сделать некий выбор, Оль, ты можешь поставить такое же условие, Роме. Ты можешь, я думаю, сказать, не общаться здесь с любой девушкой. Я уверена, что Рома ради тебя это выполнит. Так, в том-то и дело, что мне кажется, что это неправильно. Не могут отношения на этом строиться. Я всегда была... Оль, может быть, это неправильно. Я даже с этим, может быть, соглашусь. Но Роман уже от этого устал, и он поставил этот выбор. Сейчас выбор за тобой. Кого ты готова сегодня потерять? Вы что, смеетесь, что ли? Нет. Мы не смеемся. Я не готова сейчас ответить, да? А когда ты больше готова? Оля, никогда не готова. Она не была четыре месяца назад это сделать. Я не готова сейчас. И так будет тянуться до бесконечности. Стас, что ты хотел сказать? Знаешь, Роман, я сейчас смотрю на тебя, мне так жалко. Там прям заплакаться хочешь. Ты бедненький такой, бедненького все строишь. Бедный ты всё мучаешься, ходишь, все тебя жалеют. Одни подонки в округе собрались. Ты не думаешь то, что ты говоришь про всех. Ты только думаешь, смотришь, как кто против тебя говорит. И когда действительно он ужал в поддержке твоей, ты реально язык задницы. Человек, который любит. Даже в таких моментах. Ты, видно, Стас, очень много в этот момент говорил. Да, я тоже так думаю. А когда ты говорил о том, что наставлял мне рога, что ты имел в виду? Что имел, то и имел. Это правда? Что ты имеешь в виду? Что значит наставлять рога? Я вижу сейчас, куда дошли отношения ваши. Я не буду сейчас лезать. Стас, не лезь, пожалуйста. Но отношения, дай мне сказать. Рот такой свой. Рот сам такой. Рот закрой свой, понятно? Рот закрой свой. Все. Скажи, что ты хотел сказать. Я хочу сказать то, что в данный момент я не буду влезать сейчас в отношения и что-либо делать. Да, спасибо огромное. Рот закрой. Рот закрой свой. Он сейчас не будет влезать в отношения. Спасибо, Стас. Спасибо. Аплодисменты. Молодец. Молодец. Ты сейчас выступил на пять, как всегда это и делаешь. Да. Молодец. Да. Я люблю влезать. Это твоя работа. Да. Я понимаю. Вовлечение еще. Все, молодец. Да. Да, зато ты герой на белом тонне, который пафосно приезжает всегда тогда. Сейчас в данный момент любое. Ты молодец. Настоящий герой. Я знаю. Так, мы услышали то, что сказал Стас. Мы услышали, что сказал Рома. Я хочу послушать теперь Ольгу. Вот после всего вышесказанного. Твое решение, Оль. Роман или Стас? Вы неправильно ставите вопрос. Оль, может быть, хватит уже всех здесь водить за нос? Все уже устали от этого. Пожалуйста, и делай свой выбор. Давайте поговорим о чем-нибудь хорошем. Об Оксане, о своем решении. Мы поговорим, но ты должна сделать свой выбор, Оль. Это нужно прежде всего тебе же самой. Вот честно. Даже уже не важно, каков он будет. Просто сделай его. Я свою выбор давным-давно сделала. Когда пришла... Рома или Стас, Оль, с кем ты сегодня прекращаешь общаться? Рома ясно дал понять, что если ты этот выбор не сделаешь, то он не сможет с тобой быть. Он хочет и любит тебя. Но ты должна сделать этот выбор. Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Ты знаешь, сейчас нас снимают, сейчас все ребята здесь сидят. Потом это покажут по телевизору. И я тебя уверяю, что для самой тебя лучше все-таки поставить эту точку и сделать выбор. Потому что если прямо сейчас ты не сделаешь этот выбор, навсегда в глазах всех людей, которые на тебя сейчас смотрят, ты останешься девушкой, которая водит за нос двоих молодых людей. Пожалуйста, скажи нам всем, Рома или Стас, пожалуйста. И что я скажу? И что дальше? И дальше с одним из этих людей ты перестанешь общаться. Ты нам сейчас об этом скажешь при всех ребятах, что ты прекратишь общаться с этим человеком. Это бред. Это полный бред. Имя Ольга. Я не собираюсь сейчас ничего говорить. Серьезно, Ксюша. То есть мы опять подвесили эту ситуацию? Мы ничего не подвешивали, Ксюша. Что ж, завтра мы вновь будем следить за перипетиями отношений Ольги, Романа и Стаса. Увидимся завтра на телеканале ТНТ. Это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь. Натахина, ты что думаешь, попадает? Попадает вопрос? Да. Я бы на него ответила. Ответила, конечно. За муж, как он понял, когда... Когда такие вопросы ставятся, они ставы несутся вот так. Я бы сказала куда-то подальше бы. И сказала, что за бред. А когда такие вопросы ставятся, на какой-то почве. И здесь же вопрос главный не в том, что ты или он. Просто это формулирует на легкости. Здесь вопрос в том, что, в конце концов, ты... Я ответила, что я сказала, что я давно выбрала. Он говорит, что Рома и Стаса. Я говорю, выбрала. Я люблю ее. Здесь все очень просто. Его в божество напрягает реально. То, что ты реально делаешь его больно. Именно. Но так совпало, что это боль ему приносит именно посредством Стаса. Какой позор вообще. Опозорился. Мистер помойное ведро. Мне стыдно от того, что восемь месяцев и женщина не может сказать однозначно. Это какой для меня позор. Прилюдно перед всеми. Она не может определиться, кто ей больше нужен. Это для меня позор. Самое большое. Как-то летом мы приехали сюда. За проектом наблюдает вся страна. Мы мечтали Светать в кастингах, пройти и остаться. Чтоб любовь свою найти Одна из клёвых людей На проекте Лонг-2 С нами Ксения Завчак И Ксюша Паразина. На проекте Лонг-2 Продолжение следует...